Трусики, маечки, пакет из мариера. Молодой художник Кристина Домбровская рассказывает бытовые истории. Влезать в актуальные проблемы человечества она не собирается, но и в ее простых картинах есть своя непринужденная философия. В первый день я зашла в гости к своей одногруппнице в домик, и у нее там висели они. Я говорю, зачем? Мы же только приехали. Он говорит, ты знаешь, вот так уютней как-то. Какой-то повар врушенный дом, там вот человек, сидящий в ротшайне черча. Но при этом это все в таком радужном розовом цвете, и смотрит как бы основной зритель на это сквозь свою бесконечную череду пальцев. То есть название работает «Розовый сквозь пальцы». Как бы попытка расцветить социальную тематику. Иван Дмитриев, напротив, берет остротой проблемы. Но кто из нас не был в ситуации, когда понимаешь, что смотришь на мир через розовые очки, но пропускаешь это сквозь пальцы, ведь так удобнее жить, ничего не решая. Сибирское искусство – это как бы в первую очередь такая старая школа. Школа пейзажей, школа портретов. И как бы такая вот, которая уже многим художникам поднадоела. И вот большинство художников, несмотря на то, что рисуют так, есть люди, которые начинают развиваться, и идти каким-то своим путем. На бейнале молодежного искусства «Азарт Сибирь» проявляются последние веяния сибирской богемы. Тысяча работ из 15 городов – современное искусство в разрезе. Обычно то, что называется современным, в европейской части непременно соседствует со словами «инсталляция» или «перформанс». Но здесь, за уральским хребтом, не встретишь экспериментов в визуальном искусстве. Современное искусство является таким, ну, как бы недоразвитым, особенно у нас в Сибири, за Уралом. Мы не пытаемся его, как бы, за уши притянуть на нашу выставку, потому что, честно говоря, и экспертного сообщества в Сибири, как такового нет в этих областях искусства. И, собственно говоря, качественного продукта тоже нет. Но есть вот традиционная составляющая, которую мы, в общем-то, и пытаемся развивать. Алтайские теоретики и практики живописи сходятся во мнении, что в Сибири были, есть и будут сильны традиции пейзажа. Несколько поколений художников черпали красоту из бескрайних просторов. Простор стал мерилом прекрасного. Наша сила и качество, и отличие от Запада, например, в том, что мы сохранили традиционное искусство, которое тоже очень глубоко. Оно, может быть, больше примелькалось, может быть, оно как бы более привычно, да, но если по-настоящему это произведение ценно и интересно, то его можно очень долго рассматривать, искать какие-то смыслы и так далее. Арт-критик Вадим Климов, перечисляя по пальцам молодых сибирских художников, которые заинтересовали его, неожиданно для себя... Кстати, да, очень даже хорошо. ...приходит к выводу, что большинство из них барнаульцы. И вот мы можем сравнить, а где мы-то? Вот за моей спиной стена Барнаула, и я теперь точно знаю, что Барнаул далеко не на последнем месте в изобразительном искусстве Сибири. Я даже бы поставил жир на второе место. Не отдам никому пока. Климов тоже говорит о сильных академических традициях и о дефиците актуального искусства. Из сотен художников он выделяет всего 5-6 по-настоящему интересных авторов. Остальных можно смело называть декораторами. Они делают красивые картинки для интерьера, спальни или офиса. И именно это сейчас лучше всего продается. Мне-то всегда интересно, о чем переживают молодые художники, что их волнует. Да, тут я как-то сделал вывод, что основную массу художников молодых ничего не волнует, кроме бабла. Ну это тоже подарок друзей. Мне нравится всегда лесная такая картина, зелени, когда много здесь. Это паловский бор, грибные места. Да, но, тем не менее, очень интересная картина. Уполномоченный по правам предпринимателей Павел Нестеров не относит себя к ценителям живописи, но в офисе иногда хочется оторваться от документов и дать глазам отдохнуть. Друзья и коллеги, наверное, по себе знают о такой потребности и часто дарят пейзажи с бескрайними сибирскими просторами. В художественных салонах такие картины самые продаваемые, а значит, всегда в цене. Многие сибирские художники учатся с первых шагов в искусстве чувствовать конъюнктуру рынка. В этом замкнутом круге мы, наверное, еще долго будем соединяться с прекрасным через пейзажи изумительной красоты.